В эфире информационная программа День города в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! Праздничным партнером нашей программы является компания Фаербах. Огромный ассортимент пиротехники, европейское качество, подарки каждому покупателю. Ракеты, фонтаны, петарды, батарей салютов и хорошее настроение. Все это вы можете приобрести в магазине Фаербах на парковке УТРЦ Премьер. Ну а сейчас пришло время подвести итоги уходящего дня. О самых важных и ярких событиях вам расскажут мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Сегодня в выпуске. Жаркий январь. Количество пожаров с начала 2018-го увеличилось почти на 40%. Полным ходом региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников продолжается. Пособие на первого ребенка. В каких случаях можно его оформить? Почти два столетия. Рязанская библиотека имени Горького отметила 160-летие. За первую рабочую неделю в Рязанской области произошла череда пожаров. В результате происшествий погибли люди. Первое возгорание случилось 13 января в жилом доме в городе Сасово. 13 января в 15 часов 36 минут на пульт диспетчера ПЧ-19 по охране города Сасово поступило сообщение о пожаре по улице Циолковского, 28, в городе Сасово. Объектом пожара явился жилой одноквартирный одноэтажный дом. В жилом доме проживал гражданин Домогалов Валерий Сергеевич, в 1964 году рождения. При тушении пожара в помещении санузла было обнаружено тело указанного гражданина. Предварительной причиной пожара, соответственно, явилось оставление источника открытого горения без присмотра. То есть, потому что очаговый признак, он как раз указывал на то, что в районе газовой плиты произошло возгорание самого. По сведениям соседей, на протяжении года погибший постоянно употреблял спиртные напитки, много курил и оставлял включенными комфорки газовой плиты на кухне. В Главном управлении МЧС России Призанской области отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 41%. Количество погибших превышает показатели прошлого года на один случай. Обстоятельством, способствующим гибели на пожарах, в большинстве случаев является употребление алкогольных напитков, как следствие снижения или полное отсутствие контроля отопительных приборов и печей, сон с непотушенной сигаретой. Так и 14 января в жилом доме в селе Вряжском районе погиб мужчина. Компания с четырех мужчин отмечали Старый Новый год. Утром, наверное, когда проснулись, почувствовали холод, решили растопить печь. То есть хозяин этого дома для того, чтобы ускорить растопку печи, решил подлить туда смесь бензина с керосином. На момент заливания этой смесью печь, наверное, оказалось там, что остались угли, может быть, с прошлой растопки. И, соответственно, эта смесь сразу вспыхнула. Плюс эту канистру еще он, соответственно, разлил. То есть она упала. Все это способствует очень быстрому распространению пожара. И, к сожалению, вот этот непосредственно сам хозяин, он там не смог выйти оттуда, погиб. Вот, а два его товарища получили ожоги. В момент допроса все выжившие находились в сильном алкогольном опьянении. Сотрудники МЧС призывают граждан к благоразумию и необходимости аккуратного обращения с огнем. В свою очередь, совместно с органами местного самоуправления и добровольцами, спасатели проводят профилактическую операцию жилища и призывают граждан информировать о соседях и знакомых, в частности, из неблагополучных семей, которые могут попасть в затруднительную ситуацию, чтобы избежать возможного происшествия. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Президент Владимир Путин объявил о новых мерах по улучшению демографии и социальной поддержке семей. С 1 января 2018 года в России появился новый вид социальных выплат – пособия для семей, в которых родился первый ребенок. Во всех тонкостях новой инициативы разбирался Валерий Седов. Первой в России семьей, которая стала получать новое пособие, стали родители из Вологды. В 2018 году у них родилась двойня. На получение ежемесячных выплат могут рассчитывать семьи, дети в которых появились не ранее начала текущего года. Инициативу президента Российской Федерации поддержали губернатор и правительство Рязанской области. Министерство труда и социальной защиты Рязанской области будет представлять новую государственную услугу назначения и выплаты ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Эта мера направлена на поддержку молодых семей в регионе. По предварительным прогнозам, реализовать право на выплаты в Рязанской области смогут более двух с половиной тысяч семей. Размер выплат устанавливается отдельно для каждого региона. Однако в новой инициативе есть свои подводные камни. Например, выплаты может получить не каждая семья. Чтобы понять, имеет ли семья право на эту социальную выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 месяцев, разделить на 12, потом разделить на количество членов семьи, включая ребенка, который только родился. И если полученная величина не превышает 15 208 рублей 50 копеек, можно подавать заявление на ежемесячную выплату. Размер ежемесячной выплаты будет составлять 9 215 рублей. Пособие будет выплачиваться до достижения ребенком возраста полутора лет. По словам экспертов, ежегодно сумма пособия будет повышаться. Правда, незначительно. Так, к 2020 году она станет больше примерно на одну тысячу рублей. Для получения выплат необходимо собрать определенный пакет документов. Документ, удостоверяющий личность, регистрация по месту жительства, принадлежность к гражданству Российской Федерации матери и ребенка, а также сведения о доходах всех членов семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления на выплаты и реквизиты счета, куда должны зачисляться деньги. Конечно, сроки тоже установлены. Выплаты гражданам будут производиться в течение месяца, следующего за месяцем, приема заявлений с подачи необходимого пакета документов. То есть месяц, срок исполнения данного заявления. По словам министра труда и социальной защиты населения Рязанской области, такое пособие будет стимулировать рождаемость. По предварительным прогнозам, в связи с новой инициативой ожидается появление почти четырех с половиной тысяч детей. Правда, о том, какие выплаты будут появляться по достижению ребенком полутора лет, не сообщается, как и о других видах финансового стимулирования. В настоящий момент каждая работающая женщина получает декретное пособие в размере 100% от среднего заработка за все дни отпуска. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 15 января 2011 года вступил в силу федеральный закон о Следственном комитете Российской Федерации. Именно он вернул модель развития следственных органов, которую в 1713 году заложил еще Петр I, при котором появились первые специализированные следственные органы. Так что теперь именно 15 января отмечается День образования Следственного Комитета Российской Федерации. Следственные органы Следственного Комитета Российской Федерации стоят на страже государственного порядка, прав и свобод человека, а также осуществляют расследование наиболее опасных коррупционных деяний. Это взяточничество, служебные подлоги, злоупотребление должностными полномочиями и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. В 2017 году, как и прежде, приоритетными направлениями деятельности явились выявления и расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности, преступления в сфере экономики, в том числе коррупционных и налоговых, раскрытие и расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, противодействие проявлениям экстремизма и терроризма, вопросы возмещения ущерба, причиненного преступлениями. Кроме того, повышенное значение продается расследованию преступлений о невыплате заработной платы и ядрогенных преступлений. На сегодняшний день Всероссийская Олимпиада школьников относится к категории самых известных и престижных Олимпиад в стране. Ежегодно в ней принимают участие миллионы школьников, а ее победители получают особые льготы при поступлении в российские вузы. 11 января в нашей области стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. В этом году испытания будут проводиться по 23 предметам. В понедельник, 15 января, ребята проверили свои знания в области литературы. Порядка ста школьников из Рязани и области собрались в здании факультета русской филологии и национальной культуры Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Именно здесь им предстоит выполнить задания регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по литературе. Каждый год эти задания меняются, но их смысл остается неизменным. Традиционно в них присутствует и написание эссе, и написание сочинения, и ответы на вопросы, которые связаны со знанием содержания произведения. Кроме того, школьникам предстоит провести работу с текстом и высказать собственные мысли по конкретным вопросам. Так что это испытание можно назвать самым творческим. Каждый ребенок здесь может высказать свое мнение по заданному ему вопросу. А вопросы всегда задаются, как правило, философские. Это вопросы о добре и зле. Это вопросы о справедливости, вопросы о совести. Даже членам жюри не были известны задания, которые предстоит выполнить школьникам в этом году. Коробку с ними вскрыли непосредственно в присутствии участников перед началом испытаний. Но то, что были внесены определенные изменения по сравнению с прошлым годом, стало ясно сразу. Хотя бы потому, что в 2017-м испытания по литературе проходили в два дня. В этот же раз школьникам предстоит справиться с заданиями за один день. Председатель конкурсного жюри Александр Сафронов выразил надежду, что никаких неприятных сюрпризов в подготовленных заданиях не будет. А также рассказал о том, как год от года меняется уровень знаний школьников. Все больше и больше в творческих ответах школьников свободы, раскрепощенности, фантазии. Иногда через край, но без этого никак нельзя. Грамотность выше, на мой взгляд. Грамотность выше. Но каждый год бывают какие-нибудь сюрпризы, что-нибудь новенькое, что-нибудь интересное, что-нибудь оригинальное. Радует, что, насколько мне известно, в последние годы школьники из Рязанской области и на всероссийском этапе улучшили свои результаты. Что интересно, попробовать свои силы именно в этом предмете некоторые школьники решили просто из любви к литературе. Это было мое решение. Я постоянно участвую. В этот раз хотелось показать более лучшие результаты. А для чего вы участвуете? Зачем вам? Ну, я литературу не сдаю. Чисто для себя. К сожалению, мне не нужна будет литература, но как предметы это, наверное, самый мой любимый. Конечно, оценивать знания по литературе намного сложнее, чем, например, по физике или математике. Но профессорский состав университета, который входит в конкурсное жюри регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников, наверняка сделает это профессионально. Напомним, в этом году в Рязанской области в Олимпиаде примут участие порядка 1300 школьников, которые смогут проверить свои знания по 23 предметам. Все испытания пройдут на базе Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Почти два столетия Рязанская областная научная библиотека имени Горького знакомит горожан с удивительным миром книги. 14 января исполнилось 160 лет со дня ее открытия. Узнать больше об основных вехах истории главной библиотеки города сегодня можно на выставке, которую сотрудники подготовили специально к памятной дате. Когда библиотека – не просто место, где можно взять и почитать книгу. Рязанская библиотека имени Горького была и остается центром культуры и общения. За 160-летнюю историю она пережила немало. Сегодня вспомнить основные вехи развития позволяет выставка, которую организаторы подготовили специально к юбилею. Экспозиция рассказывает об учредителях библиотеки и о тех зданиях города, в которые переезжала Горьковка. Особое внимание выставке – периоду Великой Отечественной войны. В те годы на фронт ушел ее руководитель. С войны он не вернулся. На экспозиции можно увидеть почетных читателей Горьковской библиотеки. Иван Павлов, Александр Солженицын, Евгений Коширин, Владимир Аксенов. Список можно продолжать долго. На выставке мы постарались представить и то, как совершенствовалось библиотечное дело. От карточных каталогов к сегодняшнему дню, к электронным системам, обеспечивающим читателям постоянный доступ к нашим фондам, фондам президентской библиотеки, к различным правовым системам, не выходя из собственного дома, не отрываясь от своего собственного компьютера. Областная библиотека от современных тенденций не отстает. Часть фонда уже переведена в цифровой формат. Это касается не только популярных, но и редких изданий. В библиотеке сегодня работает планетарный сканер. Он позволяет переводить документы в цифровой формат. Но главное, что делает Горьковку современной, это ее сотрудники. Действительно мы стремимся быть актуальными, современными, востребованными. Как нам это удается? Потому что прежде всего это удается силами, профессионализмом, ответственностью и любовью к своему делу замечательного коллектива библиотеки, которая здесь трудится. Догнать интернет или победить электронные книги главной библиотеки города не пытается. Да и зачем? Современный подход к работе с читателем, комфортные залы, уникальные проекты и молодежные мероприятия. Горьковка уже давно стала культурной площадкой города и каждый раз доказывает, что мир библиотеки удивителен и интересен для любого посетителя. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Старый Новый год, который отметили в нашей стране в минувшие выходные, завершил череду новогодних праздников. Так что сейчас самое время вспомнить, кто и как их отмечал. Наверняка большинство из нас традиционно встречали Новый год в кругу друзей и родных за накрытыми столами или же на городских праздниках. А вот рязанские фридайверы отличились оригинальностью и отметили Новый год под водой. Задержать дыхание на 5 или 7 минут под водой, чтобы нарядить елку и устроить хоровод вокруг нее – это уже традиция для рязанских фридайверов. Мировые рекорды в этом виде спорта говорят о колоссальных возможностях человека. Наши учителя, чемпионы мира, то есть такой есть Алексей Молчанов, ныряют в ластах на 129 метров глубины. И действующий рекорд мира в ластах в бассейне – это 300 метров сейчас в длину. Представляете? А задержка дыхания статическая, если мне память не изменяет, то ли 12, то ли 14 минут у мужчин. У женщин около 10. Примечательно, что самой титулованной в мире девушкой является российская спортсменка, в прошлом президент Федерации фридайвинга России Наталья Молчанова. На ее счету более 40 рекордов мира. К сожалению, два года назад она погибла на одной из неофициальных тренировок. У Натальи Молчанова было такое понятие, как фридайвинг для активного образа жизни. Это упрощенные тренировки, не спортивные, а больше прикладные. Прикладной фридайвинг для того, чтобы люди получали удовольствие. Вот всем, кто нравится плавать или нырять с маской, рассматривать подводный мир, можно что-то делать. То есть мы ныряем в обручи, занимаемся гимнастикой под водой, выпрыгиваем с водой красивыми, такими дельфинами тоже себя развлекаем. К прикладному фридайвингу относится и рязанский новогодний корпоратив под водой. Мы устраиваем конкурсы какие-нибудь, устраиваем эстафеты. У нас есть замечательный конкурс, собирать монеты под водой, когда высыпается большая горсть монеты. И вот это надо на скорость. Или кто больше собрал, на две команды делимся. Очень интересно. Эстафеты с мешками, каждый из которых весит по 30 килограммов. Танцы под водой – все это также является хорошей тренировкой для фридайверов. Для того, чтобы появилась возможность ходить по дну бассейна, каждый из спортсменов надевает на себя специальный пояс с грузами. Но настоящее удовольствие фридайверы получают ныряю на глубину в открытых водоемах. В Рязани они часто тренируются на Белом озере. У новичков очень много впечатлений. Они выпрыгивают оттуда, столько всего рассказывают. Хотя там, да, на самом деле там темно, холодно и все. Ну, в морях, типа, и Красного моря – это все посветлее, попрозрачнее, поприятнее. Фридайверы говорят, что этот вид спорта сравним с прыжками с парашютом или автомобильными гонками. Ощущение того, что они смогли опуститься на большую глубину или надолго задержать дыхание, является самым приятным моментом в этом виде спорта. Значит, они смогли преодолеть себя, доказать себе и другим, что для человека открыты большие возможности. В основном для фридайверов не важна красота водоема. Они философски относятся к погружению и признаются, что при нахождении под водой к ним приходит новое осознание жизни. Они начинают получать совершенно необычные эмоции. Анна Герцовская, Роман Вихров, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.tv. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Внимание, внимание! Сообщаем сводку от Новый год информбюро. Сегодня войска Деда Мороза обнаружили группировку настоящих европейских салютов. Город Рязань, торгово-развлекательный центр, премьер, павильон на парковке. Салюты были окружены и сейчас сдаются на наших условиях. 50% от суммы покупки каждому покупателю в подарок. Успей, будем держать акцию до 27 декабря. Повторяю дислокацию. ТЦ «Премьер» павильон на парковке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова